коллеги вас приветствую сегодня будем говорить про инструменты разработчика в очередной раз этот раз уже 17 и на этот раз я покажу некоторые экстеншены которые у меня остановлен вижу studio code возможно про некоторые покажу чуть больше про некоторые чуть меньше всего того что некоторые чаще используются некоторые не очень часто некоторые ставишь так чтобы один раз попользовать а потом удалить напоминаю чтобы не пропустить новые видео нужно подписаться на канал поставить колокольчик лучше всего еще при этом поставить лайк и писать комментарий но давайте переключаться в visual studio code и смотреть какие экстеншены у меня установлены итак мы переключились в visual studio code на этот раз и перед вами здесь некоторое количество экстеншенов точнее их 39 ну и давайте поехали по порядку надо сказать что некоторые экстеншены я собственно не ставил они поставят в зависимости но я их не использую или даже не знаю что это экстеншены поэтому давайте по порядку я буду про каждую рассказывать хотя теоретически я помню знаю что здесь прочел и так смотрите .net interactive ноутбукс ну я уже делал видео самоиспользуемся создам новую интерактивную книгу на си шарпи и собственно давайте что-нибудь быстренько напишем в общем интерактивная книга позволяет писать код использовать куски коды и результаты выполнения каких-то строгать покажу здесь теперь могу ну вот обратите внимание что у меня есть есть .net interactive и я теперь могу написать допустим system айо и могу сказать парк ну например lines равно допустим загрузить из файла какой-нибудь read all lines ну вот так вот файл у меня есть на диске c в папке темп и там по-моему 0 txt и я могу теперь сказать что у меня ну допустим for each интеллисенс конечно здесь хромает поэтому нужно понимать что вам придется писать очень много кода хотя с другой стороны вы можете скопировать там какие-то использовать уже существующие файлы так консоли bright line вот таким вот образом ну допустим line или чем-нибудь там допустим я теперь хочу выполнить нажимал control enter она выполнилась и у меня почему-то ничего не отобразилось консоли bright line так давайте запустим а ну вот собственно у меня budget файл прочитался и я теперь могу добавить следующий участок кода и вот эти лайны могу например использовать и здесь например lines вот она видно в контексте ну допустим каунт ну допустим вот так и здесь я снова напишу у консоли допустим допустим write line и скажу покажи мне total точка запятой выполняем ну и как вы видите их и раз два три ну и так далее то есть я могу использовать вот таким вот образом куневар int ну допустим myint равно 100 консоли опять в очередной раз write line очень на самом деле полезная штука особенно когда вы хотите очень быстро написать код допустим myint плюс ну например все это у нас total есть из прошлого контекста вот она его подцепила точка запятой и и ой выполнить вот он высланцы но в общем как видите 3 плюс 100 все работает очистил запустил ну в общем это такая штука полезно на самом деле они можно не только обучать но и вот таким вот образом как бы экспериментировать искать смотреть читать подставлять вы можете использовать библиотеки которые строят графические представления определенные для каких-то данных и просто картинки получить там не запуская при этом программу и все такое ну вот такая вот система я думаю что понятно что собственно говоря на себя представляет дальше следующее авторенейм тег полезно на самом деле штука у меня здесь есть мой сайт недалеко допустим тег ренейм ну смотрите я могу вот так вот написать надеюсь не видно да вот он где-то так тег поближе вот он и если я начну его редактировать видите изменяется другой то есть он парно редактирует на самом деле очень удобно дальше автоход кей пласт пласт ну на самом деле это подсветка синтаксиса для такой штуки как автоход кей ну если интересно потом когда-нибудь про нее расскажу это штука такая которая через быстрые кнопки позволяет выполнять кросс программа то есть под виндой определенные действия ну например если у меня допустим есть какой-нибудь текстовой файл у меня есть быстро кнопка которая генерирует ну или быстрая кнопка которая генерирует время или генерирует допустим дату или допустим я могу допустим ну сейчас не помню есть у меня там определенные наборы команд которые допустим производстве какого-нибудь кода нечаянно нажимая они срабатывают ну например там ну есть такое ОА2.0 вот она перепрыгивает ОА2.0 чтобы долго не писать в общем такие вот автоход кей позволяет делать выполнять такие скрипты которые делают разные вещи в общем то ну и например вот я могу выделить нажать кнопку вот специальную у меня запускается браузер в котором уже поиск включен и он работает то есть я могу быстро переключаться между поисковыми системами или допустим могу написать table выбрать такую кнопку и у меня эта штука сразу откроет нужный мне ну в данном случае переводчик либо яндекса либо гугла поставить нужное слово ну например очень очень удобно когда просто выбираешь где-нибудь текст и она в общем то сразу ну вот такой автоход кей и это всего лишь подсветка синтаксиса при редактировании скриптов поехали дальше так следующий у нас c-sharp на нем не буду останавливаться долго вы и так все про него знаете это cobalt 2 тема вы сейчас видите на экране она мне как-то вот приглянулась в один момент темы я меняю редко но если меняю то надолго собственно говоря code spell checker это следующий экстеншн который позволяет проверять как это называется орфографию тоже полезная штука на самом деле css форматор ну на самом деле я уже мало пользуюсь он так просто стоит надо конечно удалить ну понятно из названия что он форматирует css data workspace ну это штука в равен превью недавно поставил чтобы проверить как она работает с g-код ну в общем смотрите она такая еще в превью поэтому сыровать докер все знают про докер докер вот где-то тут у меня здесь был вот он докер вот запущены мои образы ну в общем докер он и в африке докер про него рассказывать не буду dot env на самом деле это тоже подсветка синтаксиса очень удобно когда редактируешь какой-нибудь env файл который собственно говоря это environment то есть среда окружения для вашего приложения очень удобно editor config for visual studio code это тоже такая штука круто понимает разметку editor config в общем я использую visual studio и в райдере и соответственно здесь эти же правила используются и вот этот вот extension позволяет применять эти правила кодом ну гип-history ну смотрите у меня вот как раз загружен мой проект давайте опять же откроем вот что там у нас есть history и собственно вот там гип-history я могу посмотреть что когда и что то и вообще вот собственно говоря вот такой гип-history на самом деле тоже очень удобно дальше переключаемся github pull request это тоже полезная штука если у вас есть проект где используется pull request для github то этот extension для вас на самом деле такой специфичный extension но в работе он очень полезен удобен в общем то вот на экране вы видите что можно смотреть комментировать аппрувить вот эти самые реквесты тоже полезная штука в общем я тоже иногда пользуюсь особенно на некоторых проектах интелли код ну это понятно это подсветка всякого синтоксического вкуса то есть сахара на вкус и цвет все фолмастеры разные короче как говорится кому то полезно кому то нет я чаще его отключаю но иногда пользую visual studio отключен здесь иногда использую ну полезные штуки ну и есть еще его как бы собрат usage examples тут как бы тоже показываются некоторые полезные штуки ну посмотреть как это работает на самом деле прикольно вот кстати юпитер это такой тот самый как называется интерактив ноутбук он работает на базе этого юпитера то есть его можно использовать и как вы видите в питоне то есть код писать не только на C-sharp и на питоне там собственно говоря и на F-sharp можно писать и вот этот юпитер ноутбук он собственно на него используется это разметка для этого собственно юпитера этот экстенджен подключают интерактивные книги ну и к ним вот эти вот быстрокнопки на самом деле я его тоже не ставил он поставился когда я ставил C-sharp interactive ну и это как бы рендеринг для собственно этого интерактивной книги Она может рендерить, как вы видите, и графики, и, в общем, в любой формат для библиотеки, и для графических. Она поддерживает и Vega, и GIF, и PNG, и JPEG, и, собственно говоря, вот они, кстати, перечислены. Но для того, чтобы посмотреть графики, понятное дело, что они, собственно говоря, красивые, когда они рендерятся. Ну и поехали дальше. Следующий это Markdown All-in-One. В общем, это очень полезная штука. Я все тексты пишу в Markdown обычно. И вот этот вот плагин позволяет не только красиво форматировать текст, но и добавляет некоторые фишечки, которые позволяют, собственно, делать быстро кнопками определенные команды, которые максимально быстро позволяют писать текст. Ну, например, когда вы пишете, допустим, списки, то автоматически добавляется звездочка, которая, ну, в общем-то, не нужно писать ее самому. Вот этот вот extension как раз это делает. Ну, и, собственно говоря, Markdown Preview Mermaid. Я рассказывал про Mermaid. Есть у меня где-то статья описывающая, что это такое. Ну, вот есть xplay для Visual Studio, а есть такой же для Visual Studio Code. Вот. Напоминаю, что вы написали вот такую вот схему, а она превращает. Ну, давайте прямо сейчас я покажу. То есть я открываю схему, мне нужно только этот файл вот так вот нажать, и у меня вот появляется вот этот вот плагин делает как раз вот это. Ну, и, как вы понимаете, они могут быть разные. Я могу здесь добавить вот так вот. И, собственно говоря, это очень удобно, когда нужно быстро открыть код, что-то начертить, нарисовать схему. Вот эту, допустим, вот так вот Ctrl-Shift скопировать и отправить. Ну, очень быстро. Такой, мне очень нравится штука такая. Дальше у нас будет, наверное, мигранд-систик синтакс хайлайт. Ну, прошу прощения, хайлайт. Ну, как вы понимаете, когда эта вся фигня еще и подсвечивается красиво, которую вы пишете. Но очень-очень удобно, рекомендую. Ну, и вот тот самый превью, который я нажал для просмотра. Вот он, собственно говоря, тот самый плагин, то это экстеншн, который позволяет просматривать. Ну, вообще он устарел. Сейчас, по-моему, вот этот вот все сразу делает. Но я пока не удаляю, не было время перепроверить, чтобы там не искали. Дальше. Microsoft Edge Tools, который для Visual Studio Code. Ну, в общем, я рекомендую вам посмотреть эту штуку. Это DevTools, но только для Visual Studio Code. То есть вы можете написать код. Я, например, специально вот поближе сделал. Вы пишете код, и тут же можно прямо в Visual Studio Code открыть DevTools и, в общем, управлять. Тоже полезная штука. Не нужно запускать браузер. Прямо отсюда очень удобно. Ну, ну, где-то, по-моему, менеджеры, куда же без него. Тут все как бы и так понятно. Он как под Visual Studio, так и здесь работает одинаково. Посмотрел, установил, забыл. Есть такой еще плагин, достаточно интересный. Пластинтелесенция, который позволяет подставлять название файлов. Ну, то есть по файловой системе он ходит и подставляет, собственно говоря, значение файлов и папок. Удобно и, в общем, я использую. PowerShell. Ну, опять же, тут как бы все сказано. Я буду к этому возвращаться. Дальше, следующий. Python. Ну, в общем-то, когда установилась эта интерактивная книга. Ну, хотя нет. Я было время немножко заниматься Python. Ставил его, смотрел, запускал. Прикольно, весело, но не C-Sharp. Поэтому пока остался, пусть стоит. Python Environment Manager, ну, с той же оперы, пока стоит, пусть стоит. Для того, чтобы Python интерпретировал что-то, нужно выбрать как раз вот этот самый environment. Ну, и там еще куча всего полезного он дает. Надо просто понимать, как этим пользоваться. Я почти не пользуюсь, просто изучал немножко Python. Ну, и Extension Pack, он тоже имеет некоторые расширения, которые позволяют, там, всякие штуки дополнительные. В том числе, тут их несколько, собственно говоря, перечисленных расширений, которые он себя включает. Ну, и, если его, в общем, удалить, то удалятся и все вот эти вот перечисленные. В общем, пусть пока стоит, на самом деле. И вот это один из тех, который был показан. Вот он. Python Indent. Ой, вот он. И, собственно говоря, вот он. Давайте тогда его скипнем, вернее, пропустим. ResX Editor. Это, на самом деле, полезная штука. Есть таблицы специальные, так называемые, ресурсные. И там можно, в общем-то, вводить на разных языках, то есть ресурсы. И вот эта штука позволяет управлять ресурсом. Прям в Visual Studio Code очень удобно. Я в Visual Studio показывал, там есть ResX Manager, который тоже в колонках показывает разные локализации напротив друг друга. Можно написать перевод, соответственно. Ну, и здесь примерно такой же принцип. Но есть и другие вариации. Но, тем не менее, прямо в Visual Studio Code можно открывать ресурсный файл. Он создает из них таблицу. Их удачно вот видно, что можно добавлять. И, собственно, можно удалять. Ну, и, соответственно, значения можно копировать. Обычно это тоже очень полезно. Дальше. Russian Codes Checker. Ну, в общем, это, понимаете, да? Когда вы пишете по-русски в Visual Studio Code, а он подчеркивает, хотя написано правильно, печально и обидно, вот эта штука включает проверку синтаксиса и не дает подсвечиваться полосатым кнопкам, которые, вернее, линиям, которые показывают, что здесь ошибка. Ну, и еще полезная штука. Split Joint Text. Ну, на самом деле, видно. Но я их достаточно часто использую. Потому что... Ну, давайте покажу. Смотрите, допустим, у меня есть какой-то набор, ну, минимум, русских символов. Да. И я хочу вот это вот все склеить в одну строку. Я и говорю, Join. Где у нас тут? Join Text with Separator. Ставлю, допустим, запятую, нажимаю Enter. Ну, вот они все собрались. Очень удобно. Особенно, если нужно какие-то манипуляции произвести. Ну, допустим, здесь мне нужно сделать сплит. Вот таким вот образом. Split with Separator. Вот эта запятая. А теперь я могу сделать вот таким вот образом. Поставить скобка. Здесь поставить скобка. И так. Ну, как-то вот таким лакаром можно сделать. Здесь могу... Ну, давайте вот так вот продолжим. Какое-нибудь равно. Ну, там, я не знаю. Еще коем-нибудь хрень можно написать. Ну, а потом вот это вот все так вот. Ctrl-A, Ctrl-Shift-P, Join, Split with Separator. Ну, и пусть уже не нужно здесь никаких сепараторов. Нажимаем Enter. Ну, вот такая вот штука. Прям иногда спасает целые недели. Текстовые разборки. Полезная штука. Рекомендую. Ну, и SQL Server. Что тут говорить? SQL Server в Африке. SQL Server. Тут, собственно говоря, видно, что вы можете подключиться к базе данных. Вашей какой-нибудь сделать запрос и, собственно, получить данные, скопировать и побежать дальше, чтобы не запускать громоздкие какие-то SQL Management Studio или, дай бог, еще какие-нибудь программы большие. Ну, на самом деле прикольно. То есть, у вас есть возможность подключения как к локальной базе, так и к удаленной. Вот, написать query какой-нибудь. На самом деле тоже полезная штука. Ну, Studio Icons это чисто... Ну, я поставил, потому что мне так удобно. Иконки похожи на Studio, точно не промахнешься. Здесь, собственно говоря, Thunder Client. Я как-то даже про него видео снимал. В общем, это очень легкая версия Postman. Она удобная, полезная штука. Я достаточно часто ее пользуюсь, чтобы делать простые элементарные запросы. Имеет достаточно серьезные варианты подмены переменных, environment, сбор коллекций, экспорт, импорт. В общем, ставьте, пользуйте, удобно. Вот, Visual Studio KMAP. Это, собственно говоря, раскладка Visual Studio. Перенесена Visual Studio Code. Это дело привычки. XML Tools. Тут, на самом деле, тоже все очень просто. Есть тут и форматирование, есть и поиск по xQuery, xPath. Ну, все это вложен вот этот плагин. В одно время достаточно серьезно приходилось заниматься XML-ом. Вот, до сих пор стоит. В общем, иногда годится. Ну, и YAML. Это, в общем-то, такой подсветка синтаксиса, как минимум. Ну, и такая подсветка языка YAML. Полезная штука. Настоятельно рекомендую. Те, кто делает какие-то публикации, используя YAML-файл. Так, ну, и на этом, наверное, все. Я попытался максимум рассказать про то, что у меня установлено в моем Visual Studio Code. Если вас заинтересовал какой-то конкретный плагин, пишите комментарии. Я попытаюсь ответить более подробно. В крайнем случае, сниму видео. А вам всего доброго и пишите правильный код.